Всем большой привет, ребята! Меня зовут Лена, и вы находитесь на моём канале. Это вторая часть видео о книге Парадок Шимпанзе. Если вы не смотрели первую часть, то обязательно посмотрите. Ссылка будет внизу в описании, так как... Ну, смысл смотреть вторую часть, если вы не посмотрели первую часть этой книги. Хотелось бы начать с принятия решений. Я думаю, что это довольно частая проблема людей, и мы постоянно думаем о том, боимся принять неправильное решение, боимся сожалеть о том, что сделаем тот или иной выбор. И вообще, порой, очень трудно даётся выбор какой-либо. Здесь важно понимать, что шимпанзе не может смириться с последствиями неудачного решения, а взрослый человек может принять, справиться с неудачными решениями. Поэтому важно адекватно реагировать на решения, которые вы приняли, и то, какие последствия за собой принесли эти решения. А сейчас мы поговорим о том, как принять правильное решение. И для начала нам нужно собрать всю возможную информацию, которая может помочь принятию правильного решения. Второе, это нужно принять тот факт, что далеко не вся информация может быть получена, или она поступит слишком поздно. Третий пункт, посмотреть на последствия каждого решения, выяснить, какие из них могут быть нежелательными, принять тот факт, что любое решение будет иметь свои последствия. Четвертое, скажите своему шимпанзе, чтобы он прекратил вращать все в катастрофу, посмотрите на вещи в перспективе, будьте твердыми и управляйте эмоциями. Пятый пункт, если можете попробовать отнестись к себе или к ситуации с юмором. И шестой последний пункт, если вы по-прежнему не можете принять решение, значит разница между вариантами несущественна. Просто просите монету, исследуйте жребию, а потом разбирайтесь с последствиями. Еще один важный пункт, который я для себя выделила из этой книги, это то, что очень многие люди стараются оставить все так, как есть, но если же вы ожидаете, что что-то в вашей жизни будет оставаться постоянным и неизменным, то факт любых изменений будет для вас источником стресса. Чтобы устранить такой стресс, надо стараться жить здесь и сейчас, принимая текущие изменения как норму жизни и работать с ними в будущем. Еще здесь есть такой очень важный пункт, что порой мы берем какую-то ответственность других людей на себя. И это действительно проблема, потому что в этом нет никакого смысла. Если вы берете на себя чьи-то проблемы и ответственность, то получаете стресс, и в таком случае вы не только не поможете другим, но и не справитесь с собственными трудностями, поэтому нужно уметь отличать. Также в этой книге можно найти главу про стресс, и на самом деле, когда вы в течение длительного времени находитесь в стрессе, то вы привыкаете жить в этом состоянии, и стресс становится хроническим, и порой его даже можно не заметить, потому что, ну, он стал для вас нормой. Наиболее распространенные симптомы хронического стресса следующие. Постоянное ощущение усталости, вспыльчивость, нежелание шутить и воспринимать юмор, тревожность и беспокойство безвыедемой причины, тревожность и беспокойство по незначительным причинам, неспособность полностью расслабиться, параноидеальные идеи, Я, конечно, замечательно сказала. Ощущение, что все дела являются неотложными и обязательными, плаксивость или депрессия. Трудности на работе, в общении с друзьями, незначительные задачи превращаются в большие проблемы, нарушение сна. Ребят, мне кажется, я поняла, что у меня вообще в жизни происходит, благодаря вот этому списку, который я вам сейчас зачитала. Вот знаете, в такие моменты, когда у тебя что-то в жизни случается, ты даже не думаешь открыть книгу и посмотреть, может быть, там есть действительно что-то важное, ты просто страдаешь. Поэтому если у вас, вот как у меня, то просто нужно... На самом деле я не знаю, что нужно делать, но точно не сидеть и не плакаться, а идти искать решение. Так, а у нас тут дальше что у нас в книге, да? У нас тут есть кое-что. Сферы, на которые следует обратить внимание, чтобы предотвратить хронический стресс. Осмысленное использование своего времени. Уверенность и решительность. Реалистичность ожиданий. Принятие на себя ответственности за те вещи, которые вы отвечаете, не то, что больше. Решение проблем по мере поступления, регулярная забота о своём шимпанце с целью его успокоения, выявление потенциальных проблем, понимание предела собственных возможностей, своевременное обращение за помощью, возможность, вы говорите, рассказать друзьям о стрессовой ситуации. Последний пункт, конечно, очень замечательный, но что делать, если у вас нет друзей? Это уже, на самом деле, вопрос не ко мне, потому что, на самом деле, меня это тоже очень сильно интересует. Ну, вот знаете, мы вот только что прочитали весь этот список, куча всего, и я, как человек, который ничего не хочет делать, мне даже вот это вот записывать, мне просто, знаете, настолько лень. И я уже в процессе записи думала, блин, может мне это всё выключить, перекрыть эту лавочку и ничего не снимать. Но видео каждые три дня, как говорится, не ждут, и мне приходится делать порой тогда, даже когда. Я не хочу, поэтому вот такая жизнь. Давайте пройдёмся по каждому пункту, чтобы всё-таки разобраться, и всем вот тем людям, у которых какой-то стресс. Вот да, вот понимаете, я даже вижу вот эту вот штуку, вот эту штуку, вижу её. Я вижу пункт нежелания шутить и воспринимать юмор. И вот у меня несколько недель, или дней, или чего вообще там, назад мне сказали, ну, как бы, почему ты не смеёшься с шуток, они же смешные, почему тебя вообще ничего не берёт? А я просто стою с каменным лицом и не понимаю, почему мне не смешно. Ну, мне просто не смешно. Просто там люди сидят, угорают, мои товарищи, а я просто понимаю, что мне настолько не смешно, у меня просто весь мир настолько чёрно-белый, что я вообще уже ни в чём не вижу смысла в жизни. Да, я вот... Давайте мы решим эту проблему прямо вот здесь и сейчас, вот прямо здесь и сейчас, и всё, те, кто сталкивался с подобным, конечно же, обязательно включайтесь в работу, в дело, и давайте будем решать наши с вами какие-то странные вещи в жизни. Ну, во-первых, да, первый пункт — это осмысленное использование своего времени. Я очень часто показываю... Или не часто? Я показываю свою жизнь на своём канале порой, хоть, может быть, и не всегда, и в большинстве случаев, ну, двое-бесят процентов, вы видите, что я там работаю, продуктивность, road to stream, но... Я не знаю, я уже неделю, наверное, точно просто ничего не делаю. Ну, вроде делаю, а вроде не делаю, и вроде делать-то ничего и не хочется, и вообще в чём-то не видишь смысл. Ты встаёшь утром в 6 утра и смотришь на то, что тебе нужно делать, и думаешь, блин, мантру слушать, ну что, почему... Она меня не двигает к целям. Что там дальше у нас? Утренние страницы. Ну, блин, что... Ну, они меня не двигают к этой утренней странице к целям. Так, дальше что у нас в цели и полагании? Ну, блин, я... Не хочу, не буду. Что меня-то тоже никуда не... Вообще, вообще никуда меня это не двигает. Обучение там каким-либо вещам, но зачем? В чём смысл вот этого всего? Так, упражнения на руки плюс крамп. Зачем это вообще? Ну, как бы в долгосрочной перспективе, может быть, не знаю, может, да, может, нет, я без понятия. И просто вот куча всяких вот таких странных дел, которые просто наводят тебя на мысль, что, ну, зачем всё это? Ну, и насчёт осмысленного использования своего времени. Это хороший совет, но действительно, когда ты теряешь контроль над собой, тебе очень трудно себя взять, то, ну, как бы тут о каком-то смысленном использовании своего времени речи может и не идти, потому что это действительно сложно. И тут главный секрет, чтобы начать что-то делать, это просто взять и начать делать. То есть, наверное, это, с одной стороны, самый сложный, самый лёгкий лайфхак, с помощью которого вы сможете вернуться обратно в колею, но ты начинаешь делать, и просто через какой-то момент можешь сорваться и отложить вот ту самую книгу, которую ты, например, начал читать, или там начал выполнять какое-то задание, задачу, и просто опять погрузиться в это, и это действительно не очень легко. Второй пункт — это уверенность и решительность. Я вообще не знаю, что говорить насчёт людей, которые вообще по жизни очень неуверены в себе. Уверенность в себе, она тоже не так легко, возможно, развивается, и нужно приложить какие-то усилия, чтобы быть уверенным всё-таки в себе. Это очень красиво звучит, уверенность и решительность, я это даже себе выделила, ну, вот все вот эти пункты, по которым мы сейчас проходимся. Я просто понимаю, что действительно, когда сталкиваешься с какой-то проблемой, то, ну, как бы, да, тяжело. Реалистичность ожиданий. На самом деле, это действительно тот пункт, который, ну, вот, думаю, многие меня поймут, когда ты смотришь, ну, твой сверстник, да, 16 лет, полмиллиона в месяц, и ты. Просто сверчки на фоне, потому что ты просто поле пустое, на котором ничего нету, и ты вот думаешь, блин, почему я вот такая, почему я такой, почему вообще, что я делаю, что за... происходит вообще. Но даже в самые сложные времена нужно видеть то, что вы можете действительно достичь, и то, что вы не можете, допустим, за миллион, за миллион, за миллион, за достичь, за миллион заработать, там, за месяц, если вы до этого зарабатывали ноль, ну, это просто, ну, что-то очень нереальное. принятие на себя ответственности за те вещи, которые вы отвечаете, ни за что больше. Я на самом деле тоже не особо понимаю этот пункт, потому что он действительно очень странный, ну, или не странный. Я просто не понимаю, как можно отслеживать это, что ты взял на себя, или ты не то взял, или ты на себя все правильно взял, я не знаю. Вот решение проблем по мере поступления, это действительно очень важный, важный пункт, потому что даже с делами, допустим, дело 5 минут, ты его откладываешь, проходит 3 месяца, и ты выполняешь, и думаешь, блин, зачем мне 3 месяца его переписывала из своего ежедневника каждый день, ну, это было, ну, дело на 3 минуты, ну, зачем? Регулярная забота о своем шимпанзе с целью его успокоения. На самом деле, даже в этой книге есть целый, там, вот, список того, как этому можно успокоить своего шимпанзе, но я не знаю, как это вести в автоматизм, потому что в тот момент, когда у тебя что-то в жизни идет не так, ты там не думаешь ни о шимпанзе, ни о человеке, ты просто, вот, страдаешь, все. Уявление потенциальных проблем, это, опять же-таки, тоже непонятно, потому что очень часто в жизни ты смотришь и ну, все норм, а потом какая-то фигня происходит. Понимание предела собственных возможностей, но все-таки в жизни нету ничего невозможного, поэтому мы будем с вами топить за то, что нет ничего невозможного, и будем требовать у тебя как можно всего большего. Своевременное обращение за помощью, если бы было на самом деле к кому, когда ты сидишь один, никому не нужный, ну, я не знаю, на что тут можно рассчитывать. Возможность выговориться и рассказать друзьям о стрессовой ситуации. Как я сказала, что, ну, всем привет, у кого нет друзей, я не знаю, ребят, с кому мы будем выговариваться, и будет ли в этом какой-то смысл, но не знаю. Как же можно избавиться от хронического стресса? Запишите проблемы на лицке бумаги и не пытайтесь справиться с ними в уме. Наверное, это хорошая идея, мысль чистить свою голову, но возможно, у вас нет никаких проблем, вы просто страдаете, как я. В качестве правильного, в качестве простого правила буравчика на случай, когда у вас есть проблема, порождающая стресс и разбитие области решения на три части. Первое, ваше собственное восприятие проблемы и отношение к ней, обстоятельства и условия, создающие проблему, и другие люди, имеющие отношение к проблеме. Рассматривая эти области по отдельности, вы сможете найти в первую очередь ряд причин возникновения стресса, а потом решение, как его устранить. Звучит, на самом деле, все очень легко и просто, но что-то я смотрю на эти три пункта и не понимаю вообще ничего в плане того, что мне это делать. Ну тут пишется, ваше собственное восприятие проблемы и отношение к ней. Я не понимаю, что со мной происходит, и мое отношение к этому негативное, логично. Обстоятельства и условия, создающие проблему. Наверное, проблему создаю я и то, что меня окружает, хотя, возможно, дело не в том, что меня окружает, а возможно и в этом. Ну, к проблеме имеют люди, которые меня окружают, наверное, я не знаю, потому что мне порой очень хочется побыть одной, а такой возможности у меня нету. Ну, пройдясь по этим трех пунктам, я поняла, что ничего от этого не решилось. Хорошие слова я вижу. Если вы испытываете стресс и не готовы менять ваше поведение или убеждение, велика вероятность, что вы будете продолжать испытывать стресс в будущем. Таким образом следует принять так, что вам необходимо измениться. Кроме того, надо освободиться от всех оправданий и обоснований, почему вы якобы не можете устранить стресс. Ну, как бы тут все очень легко и просто, ведь без изменений в жизни ничего не изменится. Нужно меняться, прогрессировать и так далее. Вот тут написано про методы релаксации, и тут написано якобы спросить у друзей, знакомых или еще где-то. спасибо большое, это то, что действительно мне нужно было, у меня нету никого. Пойду сейчас спрошу. Напишите, вот давайте я у вас спрошу, единственное, у кого я могу спросить, вот как вы отдыхаете, что вас расслабляет, как вы релаксируете. Это действительно очень важно для меня на данный момент. Хорошее предложение, никогда не корите себя за то, что плохо справляетесь со стрессом. А еще тут, кстати, хороший совет, что вопросы почему могут быть полезны, но обычно они направлены на прошлое и неконструктивны. Вместо этого нужно задавать вопрос как. Как мне справиться с собственными чувствами и стать счастливым? Это здоровый, но вопрос ее намного лучше, чем почему я все время чувствую себя несчастным и нервничаю. Вопрос почему все это произошло может быть заменен, но я принимаю, что это произошло и как мне теперь двигаться дальше. Какой бы вопрос я задала сейчас себе на момент того, что я имею сейчас в жизни, как я могу двигаться дальше, что я могу там дальше делать, как я могу быть счастливой все-таки как-никак. Просто действительно я в какой-то момент поняла, что ну заработок, успех, вот эта вот вся прекрасная индустрия делает нас с вами одинокими и несчастными. Для меня самое большое счастье в людях, но очень многие не хотят со мной общаться. А я не хочу общаться с людьми, которые ничего из себя не представляют и которые ни к чему не идут. И поэтому так и получается. Некоторые конструктивные способы рассеивания хронического стресса. Изучить и применять методы релаксации запишите мне их пожалуйста в комментариях потому что вот меня как-то раз спросили Лена а ты вообще как-то отдыхаешь вот ты все время там что-то делаешь там успехи ротус дрим а я такая думаю просто у меня просто светочки в голове и я думаю а что такое отдыхать а как люди вообще отдыхают а что вообще они делают как вот отдыхать вообще напишите пожалуйста мне в комментариях потому что я не знаю для меня отдых это лучшая смена деятельности поэтому если я почитала книжку сейчас допустим можно поработать а потом можно записать видео потом можно там сделать оптимизировать еще что-то ну и вот так вот по кругу следующий пункт просить помощи подходящего человека я буду очень рада если у вас найдется такой ну то есть я так сказала странно ну ладно смотреть на вещи в перспективе кстати да это действительно очень важно смотреть и понимать что допустим текущая какая-то проблема твой загон может в дальнейшем вообще никак на твою жизнь не влиять и ты просто это забьешь потом в жизни как вот я хотела стать отличницей просто убивала себя ради этого сейчас мне настолько пофиг на мои оценки что ну мне без разницы что у меня там было раньше и как бы что ну ладно не суть заглядывать за рамки проблемы в поисках решения потому что ну обычно решение проблем находится за ее пределами быть реалистичным напоминать себе что именно выводы эти за собственные чувства и направления движения кстати да действительно это важно не забывать потому что мы очень часто любим перекладывать ответственность на других людей что вот погода виновата там еще что-то я вот сейчас очень люблю так перекладывать ответственность на то что вот у меня сегодня такое настроение непродуктивное потому что я встала не в 6 часов, а вопрос, как бы, ты не встала в 6 часов, почему, то есть, в чём проблема, наверное, в тебе, ты выключила будильник, легла обратно, ну, то есть, как бы, я не знаю, поделиться своими чувствами с тем, кому не безразлично, ну, боюсь, что всем безразлично. Какой-то вот такой вот у меня получился выпуск, тут было довольно много моих рассуждений, но книга на этом ничего не закончилась, тут есть ещё много интересных и важных моментов, поэтому, если вам интересна будет третья часть, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что всё это время были со мной, и пока-пока!